Приветствую вас! Я попробую ответить на вопрос, который вы задаёте, точнее на вопросы, которые вы задаёте. Первое. Является ли справедливой фразой, что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке? Эта фраза является проявлением житейской мудрости, и полностью исключать её неправильность я бы не стал, как и полностью говорить о том, что эта фраза правдива. Дело в том, что, как и в любом аспекте житейской мудрости, существует верно истины, и существует то, что называется интерпретация. И вот то, что, то о чём, точнее, то о чём говорите вы, это является интерпретацией. То есть, то, что мужчина явно что-то в себе подавляет? Да, это определённо так. То, что мужчина как-то свой негатив, ну, может быть, скрывает от вас, подавляет, контролирует и так далее. Это да, это определённо точно. Свяжен ли этот конфликт с вами, и правда ли мужчина, вот, ну, думает то, что он говорит про вас, скорее всего, нет. Тут нужно понимать ситуацию правильно, что у него внутри, в его сознании, в сознании мужчины, действительно есть, скорее всего, некоторые проблемы. Скорее всего, имеются определённые трудности. Это да, но, нужно чётко понимать, что на вас негатив выплёскивается только потому, что вы для мужчины самый близкий человек. И ближе вас нет никого для него. Именно потому, что, возможно, он вам доверяет, он это вам и говорит. Также, не стоит забывать о том, что, скорее всего, скорее всего, значит, мужчина сам испытывает негатив от того, что выпивает. То есть, выпивает, понимает, что он делает что-то дурное. И из-за этого у него ещё больше агрессия. То есть, осознавание того, что он совершает то, что, в общем-то, не нужно делать. Делает то, что, в общем-то, не нужно. То есть, работать нужно не с тем, что заставляет мужчину действовать вот таким вот подобным образом, да, то есть оскорблять вам. А что заставляет мужчину, например, употреблять алкоголь в количествах, которые ему явно противопоказаны. То есть, ведь он не начинает, начинает это пить. Он призвым, это значит, что он сознаёт, что делает, а это значит, что он это делает целенаправленно. И вот о его мотивах-то как раз и нужно разговаривать. О его мотивах, о том, для чего он это делает, да. Далее, значит, возможно ли как-то решить проблему. Так, вы спрашиваете, значит, действительно ли это его мнение, которое он по каким-то причинам подавляет. На этот вопрос я вам ответил, или что-то другое. На этот вопрос кто-то ответил, откуда такое поведение и почему именно в мой адрес? Ну, на этот вопрос я тоже ответил, кроме только того, наверное, что откуда такое поведение в ваш адрес? А, откуда такое поведение просто? Такое поведение происходит, как я уже сказал, из-за подавляемого мужчины, как внутреннего конфликта. Скорее всего, не связанного с вами никак. Так, второе, значит, так, возможно ли как-то решить эту проблему. Ну, честно, я вам не разговаривал, как эту проблему решить. То есть, смотрите, мужчина перебарщивает с алкоголем, значит, не знает меры. Кроме того, его сознание достаточно сильно меняется в тот момент, его поведение достаточно сильно меняется в тот момент, когда он употребляет алкоголь. И это означает, что, в общем-то, признаки алкоголизма налицо. И, соответственно, решить проблему можно только в том случае, если вы будете разговаривать с ним о том, почему он пьет именно в том количестве, которое ему, ну, которое его меняет. То есть, вот он вам обещает не пить, да, и, как бы, вы не запрещаете ему пить, это правильно. Но вопрос заключается, на самом деле, в другом. Если, например, мужчина может себя контролировать, то это одно. Если мужчина не может себя контролировать, это другое. И необходимо, чтобы он определился, если он себя контролирует, то почему тогда пьет явно столько, что потом это провоцирует такое поведение, за которое потом же он сам просто воспрощает. Если же он не контролирует, то, опять же, не нужно допрещать ему пить, но сказать нужно совершенно четко, что ты пить-то можешь, но при этом я не должна терпеть вот твои, как раз, скандалы, да, и так далее. Вот. Это очень важный, на мой взгляд, момент. То есть, вы совершенно вправы, когда говорите, что запрещать пить его ему не забираетесь. Это действительно, тем более, что вы, как я понял, не являетесь еще мудем-удиной. Но определенно заявить о своих интересах, мне кажется, мне кажется, нужно. Это обязательно. В данном случае, потому что без этого невозможно будет вам выстраивать отношения нормальных. Далее, значит, вы пишите следующее. Или мне бежать от него. Ну, а бежать от него вам нужно только в том случае, если он покажет вам своим поведением, что не готов себя контролировать и реально что-то делать для того, чтобы такая ситуация больше не повторяла. То есть, вот, если вы поставите вопрос так, что он может пить, но, в принципе, только так, чтобы вам это не вредило, что является, вообще-то, ну, довольно справедливым. Довольно справедливой позиции, справедливой постановкой вопроса и довольно адекватной. Адекватной причем. Далее вы пишите, что, значит, говорили на эту тему много, ругались, скандалились. Значит, я уходил даже, а казахатин говорит, что этот раз был последним. Опять же, момент. Момент, то есть, вот, смотрите, вы говорите, что вы с ним много раз на эту тему говорили и ругались. Но говорили вы с ним трезвым, получается, говорили. Если говорили вы с ним трезвым, то почему же вы тогда ругались-то? Тем более, если он осознает, что делает какие-то неправильные вещи. Непонятно. Непонятно его позиция, непонятно, почему он, как бы, ругается с вами, если, по сути, он обещает вам, если этот раз последний. Так смысл тогда ругаться-то? То есть, если вот не очень понятно, не очень понятна ситуация, на мой взгляд, не очень ясно, какая позиция у вашего молодого человека по отношению к тому, что происходит между вами. Или он согласен с тем, что это проблема, или он понимает, что убить ему нельзя, если это делать, тогда непонятно, почему вы с ним ругаетесь. Или он убеждает вас, что все хорошо, и тогда какие у вас основания полагать, что это больше не повторится, ну, кроме его слов? То есть, здесь вот, здесь вот есть довольно, на мой взгляд, довольно странная позиция, немножечко противоречивая позиция, я бы даже сказал. Вот. Значит, далее. Вы пишите, что, значит, вот он обещает вам, и через несколько месяцев это происходит снова. Потом вы говорите, что в первой половине своего сообщения вы пишите, что это происходит раз в полтора года в год. Тут тоже как-то непонятно. То есть, с какой-то частотой это все-таки происходит. То ли это происходит раз в несколько месяцев, то ли это происходит все-таки раз в полтора года в год. Знаете, есть такие люди, которым вот пить просто нельзя. Ну, вот как-то вот в силу их вот такой особенности. И я верю, что это заботливый человек, заботливый мужчина, который, в принципе, вас любит, которого любите вы. Вот. Я верю. И именно поэтому я рекомендовал бы вам прямо так вот взять на самом деле. Потому что, ну, понимаете, мужчинам очень часто присуща недооценка проблемы. То есть, просто-напросто мужчина недооценивает проблему. Он ее недооценивает. Он не считает ее, вот, знаете, сколько-нибудь серьезно, видимо. Он не считает ее достаточно серьезно, эту проблему. И вот вам поэтому нужно с ним вот поговорить о том, о чем я вам сказал, да, и после этого заявить ему о том, что он может употреблять алкогольный, если хочет. Вы ему не будете, вы не будете запрещать ему пить, безусловно, ибо это, ну, ясно делать, это ни к чему вообще не приведет. Вот. Но при этом, при этом, если он, значит, еще раз вас, грубо говоря, оскорбит, то вы от него уйдете, потому что будете знать, что на него положиться нельзя. И если вы вот это вот ему скажете, и если мужчина все равно выпьет, и все равно будет вас оскорблять, значит, получается, что он не может остановиться. Получается, что он себя никогда не контролирует, и получается, что вам действительно нужно от него безобидать. Другое дело, сможете ли вы это сделать, потому что вот вы уходили даже, но возвращаемся, и как бы, если у вас не было зависимости от него. Но да, опять же, это нужно выяснять. Это еще не факт, что у вас зависимость есть, но все же не затронуть эту тему я не могу. То есть, может быть, у вас и она есть, но об этом все-таки нужно разговаривать уже отдельно. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, надеясь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.